Всем добрый день! Тема моего доклада «Метафизическое обоснование невозможности метафизики в логико-философском трактате». И о чем я вообще буду говорить сегодня? С одной стороны, логико-философский трактат, в нем устанавливается граница рационального, определяемая посредством того, что мы можем осмысленно говорить о мире, и утверждается, что метафизика выходит за эту границу, за рамки выразимого в языке, и потому ее построение невозможно. С другой стороны, логико-философский трактат все же показывает некоторые метафизические основания мира языка и мышления и является таким образом попыткой, очевидно, опровергающей саму себя преодолеть границу языка, выразить нечто, превосходящее простое описание фактов. И в сегодняшнем докладе как раз будет обсуждаться, какие положения трактата можно интерпретировать как запрещающие метафизику и одновременно с этим, как являющиеся метафизическими. Впервые в трактате речи-философии заходят при обсуждении понятия символом, и сразу же указывается источник заплуждений философских, а именно неправильное понимание символического значения используемых в языке знаков. Ну или можно сказать по-другому, неправильное отражение логической грамматики языка в знаковой системе. Ну, конечно, для понимания данного тезиса необходимо обратиться к понятию символа, который вводит Вингенштейн. И существенными чертами символа является то, что, во-первых, он обозначает те части предложения, которые характеризуют смысл данного предложения, а во-вторых, символическое выражение, оно предполагает форму тех предложений, в состав которых оно может входить. Другими словами, каждый элемент предложения, значимый для смысла данного предложения, имеет место в структуре этого предложения вполне определенное, и символ отражает закрепленное за рассматриваемым элементом предложения место в этой структуре, ничего не говоря нам о значении данного элемента предложения. И сами символы не являются произвольными, поскольку логическая структура языка не является произвольной, однако символы обозначаются знаками, выбор которых может быть произвольным, что и приводит к заблуждениям, которые возникают, когда мы в одинаковых знаках не можем различить разные символы, или же для обозначения одного символа используем разные знаки. Вингенштейн приводит пример использования одного знака, именно слово «есть», у меня здесь это есть на слайде, для обозначения разных символов. Данное слово может играть роль глагола «существовать», ну, как, например, в предложении «в этой комнате есть стол», или роль прилагательного «тождественный», как, например, в предложении «стол есть предмет, на который что-то можно положить». И для Вингенштейна важно то, что в каждом из этих случаев одно и то же слово, один и тот же знак не просто имеет разное значение, но играет разную роль в синтаксической структуре предложения. Почему это важно Вингенштейну, мы увидим чуть-чуть позже. Но смысл в том, что использование одного знака для обозначения разных символов как раз и приводит, по мнению Вингенштейна, к таким заблуждениям, как, например, часто встречаемое в философии смешение понятий «тождество» и «существование». И ошибка того же рода приводит к явлению, или даже, точнее, к иллюзии самореферентности, порождающей парадокс Рассела. Согласно Вингенштейну, функция не может быть собственным аргументом, и предложение не может высказываться о самом себе в силу просто символических формальных особенностей нашего языка. И это становится видно, вот я здесь чуть-чуть в сторону этот пример изнутри тезиса увела, чтобы как-то этот абзац не разбивать. Это становится видно при должном рассмотрении, на первый взгляд, автореферентного предложения, которое приводит сам Вингенштейна, это f от f от f от x. В данном предложении используется один и тот же знак, который в каждом вхождении обозначает собой разный символ. То есть во втором вхождении функция f имеет форму φ от f от x, а в первом вхождении функция, обозначаемая тем же самым знаком f, имеет уже форму c от φ от f от x. И таким образом один и тот же знак обозначает в данном предложении разные функции, и именно так решается или исчезает парадокс Рассела, язык сам предотвращает каждую логическую ошибку. То есть в этом заключается, по мнению Вингенштейна, вся теория типов Рассела. Наша задача заключается лишь в том, чтобы отразить синтаксическую структуру языка с помощью правильной символики. И здесь важно различие... Да, вот язык сам предотвращает каждую ошибку. И здесь важно различие сказанного и показанного в предложении, тесно связанное с различием внутренних и внешних отношений и свойств, которые проводятся в трактате. Внутренние свойства предложения характеризуют структуру предложения, необходимую для того, чтобы оно могло быть осмысленным. Внешние же свойства характеризуют сам смысл предложения, точнее то, о чем предложение высказывается. В соответствии с этим внешние свойства устанавливаются посредством обращения к содержанию предложений, посредством обращения к значению элементов предложения. И поэтому внешние свойства могут быть или даже должны быть описаны или сказаны, в то время как внутренние свойства и отношения могут быть только показаны, поскольку они принадлежат логической форме предложений. Например, предложение «Сократ смертен» не говорит нам о том, что «Сократ» – это предмет, а «Смертен» – это свойство, смысл предложения в другом, но оно показывает это посредством своей логической формы. И тем самым предложение показывает собственную синтаксическую структуру, но ничего не говорит о своем синтаксисе. И логика в понимании Вингенштейна имеет дело исключительно с формальными внутренними свойствами языка, которые должны усматриваться в логической символике непосредственно, без обращения к значению используемых знаков. Именно в этом заключается приорность логики, в этом смысле логика до любого опыта, она до любого значения. Неправильное же понимание логики нашего языка может обнаруживаться различным образом. Во-первых, когда мы предполагаем, что предложения логики имеют смысл и что логика описывает объекты особого рода, ну, абстрактные объекты и отношения, логика ничего не описывает, она не имеет собственного референта и не сообщает информации о какой-либо действительности. Логика выражает структурные свойства языка, которые ничего не говорят нам о конкретных свойствах мира или объектах мира. Во-вторых, второй случай неправильного понимания логики нашего языка заключается в том, когда мы считаем необходимым построение метаязыковых конструкций, накладывающих некоторые синтаксические ограничения, которые позволяют избегать парадоксов. Логика должна сама о себе заботиться, точнее, она не должна, она просто сама о себе заботиться. Вообще выразить в языке нечто противоречащее логике невозможно, и поэтому такие конструкции, как построение, например, теории типов у Рассела, решаемая парадокс Рассела, они являются просто излишними. Язык сам предотвращает каждую ошибку, как я уже говорила. Просто выразить, ну да. И простое наблюдение за осмысленным применением знаков, оно должно приводить к правильному пониманию логической структуры языка, которая должна быть отражена и, главное, показана в правильной логической символике. Да, это я уже проговорила, извините, я порой забываю про слайды. Но почему важно наблюдение именно за осмысленным употреблением знаков? Почему, когда мы ведем разговор о символах, о внутренних отношениях или о логике, мы обращаемся к понятию смысла, хотя, казалось бы, речь должна идти исключительно о формальных особенностях нашего языка? Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к центральной идее метафизики трактата. Основная задача Вингенштейна заключается в том, чтобы показать, что тот способ, которым мы говорим о мире, раскрывает нам нечто о сущности мира. Язык является образом мира. И то, что язык имеет определенную структуру, показывает, что та же структура должна быть свойственна и самому миру. В этом заключается изобразительная теория Вингенштейна. Каждое предложение является образом. И то, что образ изображает, есть его смысл, который может соответствовать или не соответствовать действительности, делать образ истинным или ложным. Но для того, чтобы образ вообще мог считаться образом, он должен иметь нечто общее с отображаемым, и это общая для Вингенштейна именно логическая форма. Отсюда и метафора Вингенштейна о том, что логика – это зеркало мира. Там, где нет логической структуры, язык перестает быть образом. Предложение лишается какого-либо смысла. Логическая форма, именно она, задает необходимость говорить об объектах именно так, как это имеет место в случае осмысленных высказаний. И логическая форма представляет собой возможность того, что элементы реальности связаны друг с другом так же, как связаны друг с другом элементы предложения. И именно это позволяет сделать шаг от, как мне кажется, от правильно проанализированной структуры языка к онтологии объектов и атомарных фактов, представленной в трактате. Единство образа и отображаемого выражается в том, что внутренние свойства предложений показывают внутренние свойства факта. Так, например, элементарное предложение и атомарный факт, они разделяют свойства независимости и композициональности, и также связываются друг с другом свойством бинарности, а имена и объекты, они подчиняются принципу контекстуальности. И момент, на который необходимо здесь обратить внимание, заключается в том, что предложение изображает существование или несуществование атомарных фактов. Иначе говоря, предложение всегда изображает некоторое положение вещей. И вернемся вот к примеру, когда одно и то же слово «есть» выступает в предложении в роли разных символов, то есть в роли глагола существователя, в роли прилагательного, тождественной. Одно из этих предложений изображает факт отличный и независимый от факта, изображаемого в другом предложении, уже в силу разницы синтаксических структур данных предложений, то есть по априорным основаниям. Именно поэтому для Вингенштейна важно то, что данный знак в каждом случае обозначает собой разный символ. Итак, все, что может быть сказано и описано в языке, относится к факту. И совокупность истинных предложений представляет собой, согласно Вингенштейну, совокупность предложений естествознания. Сдача философии, очевидно, не сводится к изображению фактов. Однако, если следовать мысли Вингенштейна, ничего помимо фактов изобразить, то есть осмысленно выразить, в языке невозможно. Поэтому предложения философии бессмысленны. Они пытаются высказать то, что высказыванию не поддается. Ну и, как тонко замечает Вингенштейн, не это ли причина того, что человек, который все-таки понял смысл жизни, он не может сказать, в чем этот смысл состоит. И, конечно, существует нечто невыразимое. Это невыразимое Вингенштейн называет мистическим. Однако мистическое не принадлежит миру. В мире все так, как оно есть. Мир – это простая совокупность фактов. Мистическое же есть чувствование мира, которое не подлежит описанию. Мистическое само показывает себя. И стремление философии выразить мистическое, оно не соответствует природе, логике и языка. Но вспомним ту же метафору про зеркало мира. Поэтому роль, которая достается философии в рамках логико-философского трактата ограничивается лишь логическим прояснением сказанных. Насколько малозначительна эта роль? С одной стороны, философам не импонирует мысль, что их функция сводится лишь к логическому анализу языка. С другой стороны, с точки зрения трактата, в этой своей роли философия ставит границу мыслимому и немыслимому. Она показывает то, что может быть сказано, и тем самым означает то, что сказано быть не может. Из такой перспективы философия сохраняет за собой одну из важнейших своих функций, именно функцию критики языка и мышления. Поэтому не то, чтобы совсем уж Вингенштейн лишает философию значимости. И, наконец, для того, чтобы закрепить в нашем понимании отношение раннего Вингенштейна к философии, обратимся к одному из завершающих тезисов трактата. Я его прям зачитаю, потому что в нем сказано вообще все, что не следует пересказывать. Правильным методом философии был бы следующий. Не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано. Следовательно, кроме предложения естествознания, то есть того, что не имеет ничего общего с философией. И затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знаком своих предложений. Этот метод был бы неудовлетворителен для нашего собеседника. Он не чувствовал бы, что мы учим его философию. Но все же это был бы единственный строго правильный метод. Что же насчет построения самого трактата? Ну, очевидно, что логика философский трактат, он не является сборником естественно-научных тезисов. И более того, в нем поднимаются темы, которые принято относить к классическим вопросам метафизики, которые, ну, не вдаваясь в подробности, можно описать как такую попытку дать рациональное объяснение взаимосвязи языка мышления и реальности. И действительно, Вингенштейн буквально в следующих же тезисах утверждает бессмысленность всего сказанного в трактате. Это его знаменитая метафора лестницы. «Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов, уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью на них выше их. Он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как сберется по ней наверх. Он должен перебраться через эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир». Ну и, наконец, логика философского трактата утверждает, что о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Но при этом трактат пытается сказать то, о чем следует молчать. И тем самым он проводит метафизическое обоснование невозможности метафизики. Ну и последняя моя ремарка. В докладе не было затронуто множество метафизических тем, которые поднимаются в трактате. Это и рассуждение о случайности, о необходимости, о возможности и невозможности, о субстанции, воле, ценности, этике и так далее. Но они не были затронуты, поскольку моя задача была понять, почему Вингенштейн ограничивает притязание философии и метафизики. И ответ заключается в том, что, согласно метафизике самого трактата, существует граница смыслного, в рамке которой философия не умещается. Скорее, философия показывает наличие этой границы, и она эту границу ставит. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...